Я могу говорить только здесь, свободной от любой цензуры, любого Роскомнадзора площадки. Да самое главное они сказали. Первое. Это ужасно. Это правда ужасно, но это не наша вина. Ни о каких переговорах с Украиной больше речи не будет никогда. Слово «никогда» ключевое слово, потому что с подследственным переговоры не ведут. Но это закон. И второе, что не сказано до сих пор, мы будем первые, кто это произнесет. А это тоже ключевая вещь. Ордер выписан по жизни. Он и через 10 лет в отношении Путина и его коллеги, детского омбудсмена, и через 20 лет, и через 30 лет, сколько Путин проживет. Его никто не заберет назад. Так не может быть и нет такой практики. Значит, никаких переговоров при Владимире Путине с Зеленским быть не может. Вообще ни на какие темы. Более того, никаких переговоров с Владимиром Путиным по тем же причинам, еще раз повторю, увы, но не наше решение. С подследственными переговоры не проводятся. Никакие переговоры ни на какие темы невозможно. Ни в Европе, ни в Америке. Нет, наверное, остается Китай. Конечно, остается Беларусь. Кто спорит, возможно, останется Индия. Но это уже... Так бизнес не делается. Таких случаев, говорят крупные и политики, и бизнесмены. Так бизнес, и политический бизнес так не делается. Вот что осталось с закатом. Первое. Этот ордер пожизненный. И второе. Никаких переговоров. Такой посыл, такой удар не предусматривает, потому что переговоры сразу утрачивают содержательную ценность. Соответственно, рассчитывать, еще раз скажем, мирный договор с Украиной невозможно. Только при нуждении капитуляция. Либо внутренние процессы, которые приводят к отстранению. Но это уже совсем мрачный сценарий. Потому что плохо в России. Может быть, бесконечно. Но я искренне считаю. Весь мой опыт, говорит. Моя интуиция. Я, положа руку на сердце, хочу сказать, что такое ГААР. Насколько это все серьезно. Еще раз, никаких мирных переговоров. Ордер пожизненный. Как говорится, россияне, вы должны это знать. Продолжение следует.